Ну что, какие планы на выходные? Да в танке рубиться буду. На дачу. Рассада уже заждалась. А я сериал досмотрю. А я на маникюр записалась. Ребята, притормозите. Сегодня ж четверг еще. А пятница! А пятница завтра. Давайте дождемся ее вместе. Все, что занимало ваши мысли на этой неделе. Все, о чем писали, но вы забыли прочитать в СМИ. Ваши жалобы, предложения и комментарии. Прямо сейчас в проекте «Завтра пятница». Четверг сегодня, а это значит в эфире «Завтра пятница». Да, 18 часов 19 минут, кстати говоря, для тех, кто не знал. Самое время начать, я считаю. Как уже было сказано, это «Завтра пятница» в студии Виталий Михайлов, Игорь Данилов и Александр Робин, друзья. Ой, как хорошо, что сам себя представляет. А мы обычно представляем вместе. Егора меня называете, поэтому думаю, дай-ка сам в этот раз. Да. Саша, расскажи, раз уж ты у нас сегодня всех представил, что тебя беспокоило на этой неделе больше всего, чем озабочена была твоя голова. Слушайте, ну, как всегда, дожди. Это у меня основная проблема. А ты геозависимый. Метеозависимый, да. Метеозависимый стопроцентно. Хотел сказать географ, но. Метеозависимый географ. Наверное, это больше всего беспокоило. Ну, а в целом, все ровно. Ну, ботиночки или что? Чу-чу тебя беспокоит. Машина. Я такой тинейджер. Хожу в подвернутых штанишках без носочков. Поэтому неудобно, да. У вас как, господа? Меня волновали новости из деревни. Мои родители сообщили, что, к сожалению, меда в августе не ожидается. Пчелы не наносили, Игорь. Ты как раз изучал пчеловодство недавно, да? Я буквально в пятницу был на пасеке. Да, по крайней мере, в Апоческом районе, там, где проживают мои родители, мед будет только в сентябре. Ну, лучше поздно, чем никогда. Слушай, в Великолугском районе мед, мне заверили, что будет вовремя. А вот куда утек весь мед. Там правильные пчелы. У них есть правильный мед. Но я думаю, количество каких-то медовых ярмарок это не повлияет. Откуда они к нам привезут мед? Мне кажется, что даже на медовых ярмарках уже давно нет меда. Там уже какие-то другие, это пушнина какая-то. Там даже цвет другой, там белый какой-то мед есть, еще что-то. А это специально, это липовый же. Ну, не липовый какой-то из каких-то неволей. Липовый-липовый. Давайте ближе к делу, друзья. Да, собственно, звоните нам, рассказывайте, что вас беспокоило на этой неделе, 62-80-30. Код города Пскова знает только Виталик. 811-2. Да. Или пишите нам на наш WhatsApp номер 8900-993-0105. А WhatsApp у нас в руках, мы готовы отвечать. Кстати, ты не знал, но наш WhatsApp еще принимает смс-ки, поэтому можно еще смс-ками писать. Обязательно. Я вам больше скажу, здесь еще и вайбер тоже установлен. Так что пишите в WhatsApp, вайбер, смс-ки. Главное, не звоните, потому что... Ну, в смысле, на этот номер. Звоните на 62-80-30. Да. Да. Вперед. Дорогие друзья, прежде чем мы приступим к темам этой недели, давайте отчитаемся перед нашими радиослушателями о том, что было на прошлом. Примерное заседание. Неделю назад к нам поступило два звонка, и люди жаловались на то, что с мусором как-то у них беда. Не ахти, да? Да, да, не ахти. Вот, в частности, Людмила Владимировна из Великих Луг говорила о том, что приходят ей платежки по старому адресу, где она раньше жила. Дом продала, но по-прежнему там... Людмила Владимировна, вам нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов, которые находятся на проспекте Ленина 29, и я думаю, что, ну, все там поправят. Нужно написать заявление, это достаточно просто. Я сам лично, конечно, тоже не могу дойти уже давно до Центра обслуживания, чтобы написать заявление... Но ты далеко живешь. Ну да, от Вальва Толстого в Пскове я далеко живу, действительно. Вот, но я думаю, что проспект Ленина в центре, по-моему, города Великих Луг. Конечно, я тоже знаю. Потому что в слякутую погоду, когда дороги размывают, да, скажем так, машины мехуборки не доезжают до этой деревни, потому что, оказывается, вот эти грузовички маленькие, рыженькие, они застревают. Ой, это может быть тоже проблема дорог у нас с вами. Да, поэтому, когда наступают такие дни, когда идут дожди, глава сельского поселения заверила, что силами самого поселения они вывозят мусор. И, как бы, этой женщине, Елене Викторовне, все было это сказано, было обещано, что мусор вывезут вот буквально сегодня. Я вот не знаю, Елена Викторовна, если вы нас слышите, вы нам позвоните и скажите, вывезли ли у вас мусор или нет, не очень интересно. Да, 62 в 80.30, пожалуйста, ждем звонка. Мы пожелаем хорошей погоды, чтобы дороги были сухие тогда, вот, Елене Викторовне и всевоселение. Так там в сухую погоду тоже. Там вывозят сухую. А, вывезли сухую, это уже спортивный термин какой-то. Вывозить. Да, дорогие друзья, ну что же, давайте переходим к темам этой недели. Да, и что у нас самое главное, самое первое пойдет? Вандализм у нас значится. Кто? Из вас. Кто посмел? На этой неделе. Да, что такое, что не так с вандалами или что так? Так, дело в том, что множество случаев вандализма в последнее время, эти случаи участились в нашем регионе. Так, сломали деревья, свежепосаженные в Себеже. Там, кстати, недавно был, может быть, их и видел. Может быть, там много деревьев. На Стахановской украли вообще молодые деревья, да? Да. Потом в Невеле вандалы-беспредел сломали карусели и попытались выдрать лавочку. Самое главное, у динозавров, которые установили в парке в Великих Луг, у одного динозавра два зуба выбили? Да, это потому что в Великие Луке, там два человека шли, смотрят, какие-то ребята стоят, замерли. И два человека говорят, дай 10 рублей, а тот молчит, дай 10 рублей, молчит, в челюсть ему дали, два зуба выбили. Передавай ситуацию. Давайте, на острове имени Залито сломали крест воинам Талабского полка. Ну, есть у меня объяснение. Там-то уже, ну, как бы, там туристов-то почти не бывает. Тем более, в такую погоду. Я знаю, что там случилось, давайте объясню. Смотри, по одной из конспирологических версий крест был установлен воинам, которые были в белом движении во времена Гражданской войны. А остров носит имя «Коммуниста Залито». Только сейчас в этом разобрались. Ну, это конспирологическая версия, да? Но на самом деле, как мне сказал местный житель, это просто один пьяный сосед снес этот крест, к сожалению. А, случайно. Ну да, это не вандализм, это такая случайность, к сожалению. А здесь, как говорится, не было бы счастья, но не счастье помогло, потому что люди не знали до этого, ну, стоит крест и стоит. А тут такая история, оказывается. И все узнали, что там крест какой-то есть, оказывается. Самое забавное, что досталось и тем людям, которые устанавливали здесь коммунистическую власть в Гражданскую войну. Всем досталось? Ну да. На памятнике Леона Поземскому, это известный, да, большевистский комиссар, вандалы унесли оттуда табличку. Слушайте, мне... Куда-то она делась, не знаю. И, если я правильно понимаю, вот эти все вандальные случаи произошли в течение одной недели. Это что за обострение такое? Ну вот, да. Может, это флешмоб? Я не знаю. И губернатор Михаила Ведерникова уже обратился к горожанам с совещеваниями, что, дескать, ну, так поступать нехорошо. Давайте мы все-таки нормально относиться к тому, что, ну, для вас делают городские власти в том числе. На что Гоша Куценко, известный актер, посоветовал вешать везде камеры. Дескать, только это поможет, как делают в Москве повсеместно. Смотрите, помните, была довольно громкая история, несколько лет, по-моему, когда воровали штык-нож. Тоже у памятника воинам Первой мировой войны. Да, слава богу, прекратились. Прекратились же, да, там как-то его сделали. По-моему, камеры там повесили, и эти случаи перестали происходить. А, по-моему, приварили так штык-нож, что там, я не знаю. Ну, против болгарки, ты знаешь, еще не придумали никаких средств. Дорогие друзья, звоните к нам в прямой эфир 62-80-30 и рассказывайте о случаях вандализма, которые, может быть, происходили у вас в районах, да. Может быть, вы были причастны к таким случаям. Анонимно признавайтесь, да? А, ну, честно, 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 из вас кто-нибудь, хоть когда-нибудь? Нет, я видел, я не участвовал, я видел. Знаешь, поскольку много лет прожил в Апочке, в городе, да, ни для кого не секрет уже. Так вот, некоторые люди приписывают на табличке к слову Апочка букву П впереди. Ну, и как бы получается интересно. Ну, достаточно. Необычно. Да. Не, ну, достаточно обычный. Ну, нет, туристы сразу повалили. Ну, конечно. А еще, еще, мои родители, вот, проживали в районе колхоза Урожай, он назывался раньше, в той местности. И там букву К приписывали. Нет, нет. Так вот, стояла такая табличка, да, на въезде в колхоз Урожай, колхоз Урожай, так красиво. Постоянно снимали букву У. Ну, я бы понял, что как бы призыв, так сказать, Рожай. Вот сюда. Но умудрялись же снимать и последнюю букву, и краткая. И получилось колхоз Рожа. Рожа. Ну, прекрасное название. От урожая дороже, там, две буквы убрали, и все. В общем, я не понимаю, что мутируют этих людей. У нас есть телефонный звонок, они подсказывают. Как вас зовут, здравствуйте. Алло. 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 Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, это я, Елена Викторовна, Семеновы, деревня Корнилково, Новожевский район. Так. Вывезли ли мусор у вас? Вот я про мусор, что они вчера во вторник приезжала машина, и мусор мой вывезли. Прекрасно. Да, но как долго будет это хорошо, не знаю. Елена Викторовна, вы сразу как плохо, звоните нам. Да, и если что-нибудь, вы звоните, потому что она неправильно вас информировала. Она мне по-другому говорила. Она говорила, что вот когда тебе оборудуют, площадку поставят в мусорник, тогда будет приезжать, а не дорога. Дорога у нас как раз неплохая. Да. Ну, слушайте, если будут какие-то проблемы, вы звоните, мы, как видите, здесь, на местах, можем тоже что-то сделать. Про борщевик у меня большие проблемы. Борщевик... Ой, ну это по всей стране, это... Мы пока с этим не можем... Подождите. Я в газете прочитала, даже, что ужасно борщевик большой у нас. С мусором разобрались следующая тема борщевик. Елена Викторовна, мы когда займемся темой борщевика, может быть, даже в следующий раз, как знать, позвоните нам, пожалуйста. Спасибо вам за то, что я смогла вывезти мусор, который закопился у меня порядочный. Замечательно. Спасибо большое, Елена Викторовна, удачи вам. Спасибо, до свидания, вам большое. Ребята, если у вас... 19 тонн вывезли, да? Небольшое чувство облегчения за то, что помогли человеку. Конечно. У меня самое большое вообще. Виталик, спасибо тебе большое. Нам всем спасибо, ребят. Вот они, герои, которые не носят плащи. Да, конечно. Так вот, возвращаясь к вандализму. Да, а... Что происходит с псковичами, я хочу спросить. Что не так? Это же всегда было. А вот стены расписывать, подъезды. Это же тоже вандализм. А это еще с 90-х пошло. Сначала до христианства. То есть привычка осталась, да? Хотя времена ушли. Культура, мне кажется. Мне кажется. Я просто не понимаю, вот украли металлическую табличку на памятнике Бенопоземского. Ну, куда дальше эта табличка? Домой. Зачем? Может быть, ну, в музей. У них не хватило денег, воспечатать свою, и они себе решили. Мы, кстати, решили позвонить и спросить мнение представителей регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Максима Быкова по этой истории. Максим, слышите ли вы нас? Да, да, слушаю. Максим, скажите, пожалуйста, вы вот лично, вы были свидетелем вандализма в нашем городе какого-либо? Свидетелем не был, но результаты налицо, так скажем, на стенах. Ну, и не только. Так. А что происходит с нашими табличками? Откуда? Почему у них руки чешутся, скажите? Ну, вы знаете, я думаю, тут дурной пример зародителен. А ведь вандализм в странах Европы, а сейчас США, процветает. Но я хочу сказать, что у нас, как бы, аппетиты скромнее. Так. Всего лишь табличка, да? Штык. Да, 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 у этих людей. Но я тут связываю это прежде всего с тем, что у нас, в общем-то, правоохранители следят. Следят? Да, да. А вам не кажется, что штраф за вандализм, одна-две тысячи рублей, вот по моим данным, это маловато как-то? Да, это одна из проблем. Конечно, штрафы должны быть существеннее. Но вот обратите внимание, это же совсем недавно задержали ведь подростков, которые тут изрисовывали стены. Так. Своими, значит... И штраф выпишут их родителям, получается? Возможно, возможно. Но, в общем-то, хотел отметить, что... А это не те подростки, которые рисуют муралы, например? Может быть, их привлечь, кстати, да, 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 в правильное русло, действительно. Навряд ли. Но, вы знаете, я хотел, что отметить, обратите внимание, очень большую работу проводит управление по борьбе с наркотиками, ведь они практически каждый квартал закрашивают графики наркотиков. Да, это прекрасно, но я не думаю, что табличку Леону Поземскому оторвали как раз эти люди, которые расписывают всякими сообществами стенок. Согласен. Но, безусловно, какая-то нехорошая мода. Максим, как побороть эту моду, давайте. Да, что сделать? Вот камеры советуют Гоша Куценко. А Александр Борячков говорит, что и камеры распишут, и не спасут они. Вот что делать? Ну, я думаю, из окна, помимо из рогатки. Проверенный видовский метод. Только так поступает региональное отделение ВООПИК. Это шутка. Но на самом деле, на самом деле, надо отметить, что надо терпеливо к этому. То есть терпеливо последствия ликвидировать. То есть управление, дыхая, вопросы решать, чтобы... Понятно. И надеяться, что люди перевоспитаются. Ну, я думаю, что повышенные штрафы немножко отпугнут этих деятелей. Ну, еще раз говорю, ведь вспомните, в советское время скамейки ломали. Что-то в этом такое. Ну, я думаю, какие-то нерализованные комплексы. А ведь эти памятники, они беззащитны. Всех к психиатру. Максим Быков был с нами на связи. Представитель регионального отделения ВООПИК. Спасибо, Максим. Слушайте, а вот этот резонансный случай. Вы видели в соцсетях, когда девушка в детском парке задрала юбку? О, так это резонансный случай или видео какое-то? Нет, нет, нет. Я видел фотографию. Она опубликовала потом это фото и прислонилась, так сказать, к скобарю, который сидит там на скамеечке. Вот это что? Это вандализм? Что это? Это глупость какая-то? Это, ну да. Я вообще не согласен. Я не понял, для чего. Многие в соцсетях обсуждали, называли, что это вандализм, это не вообще не скобарю. Это нет, это не вандализм. Вот. А это мы, кажется... Нереализованный комплекс? Просто креативный подход. Вот так было. Некая Екатерина Великая, она подписывается в соцсетях. Давайте озвучим своих героев. Да, давайте. Креативный, но, скажем так, не очень умный, на мой взгляд. Ну, давай ты сфотографируешься умнее, я скажу да, и я потом выберу между твоей фотографией с Кабарем и Екатерины. Ну, я не знаю. Боюсь женщины, задравшей юбкой, я проиграю в любом случае. Вот очевидно, друзья мои, давайте быть умнее и все-таки беречь то, что создается вокруг нас. Что появляется все-таки у хорошего, все-таки появляется тоже много. Да. Давайте перейдем к следующей теме. Только повторим наш телефон. 62-80-30, телефон прямого эфира. А вот у нас как раз звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие радиоведущие. Это Людмила Владимировна, которая звонила в прошлый четверг насчет мусора. Прекрасно. Тема мусора нас догоняет. Да. Ну, вы мне сказали, чтобы не обратиться на Ленина в 29, но мы там были. И что сказали? Нам сказали сходить в сельсовет. Мы входили в сельсовет. И все равно шлют с квитанцией как бы на старый адрес, и цифра все растет. А сельсовет что сказал, исправим? Ну, они сказали, исправим, но опять все старые данные. Ну, значит, надо еще раз пойти в сельсовет? А мне уже, знаете, 70 лет почти. Мне ходить и ходить никак. А что они сейчас столько организаций, сколько мы прошли? На речной прошли. Речная отправила в паспортный столб. Скажите, пожалуйста, как название вашего сельсовета? Лычевский сельсовет. Лычевский сельсовет. Все. Давайте через неделю в этой студии, да, по телефону мы с вами созвонимся и отчитаемся вам, что нам сказали в сельсовете. Только обязательно в следующий четверг включайте прямой эфир. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Вообще надо очную ставку делать. Лычевский сельсовет и... 62-80-30, телефон прямого эфира, 8-900-9-9-3-0-1-0-5, наш ватсап-вайбер-смс-номер. Спасибо. Саша, я знаю, что следующая тема, которую мы хотели бы обсудить, волнует тебя больше, чем... Так, 100%. Потому что, как вы все заметили, если хотя бы раз выходите из дома за неделю, то Псковскую область накрыли проливные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, закончатся очень не рано, да, точнее не скоро, не ранее выходных. Так вот, здесь вопрос, справляется ли ливневка или нет. Сейчас очень многие псковичи тоже выкладывают в свои соцсети, у многих СМИ прошло, где люди чуть ли не на лодках пересекают эти лужи, да, фотографируются. Давай назовем эти места, которые не справляются по-прежнему. Это перекресток Конной и Петровской. А ты про Псков? Я про Псков сейчас. Да, вот я такого, я честно, в Пскове, чтобы на лодках, да вы что, уже... Не-не-не, я не говорю про лодки, но этот перекресток постоянно затапливал раньше, переложили асфальт, и проблема, как показал вчерашний день, осталась. Я сюда добавлю золотую набережную еще. Тоже была затоплена. Там была затоплена, но... В 2011 году? Нет, она была затоплена на этой неделе, причем там текла канализация, друзья. Отремонтированная улица Юбилейная тоже стояла в воде. Вчера, и как раз перекресток с улицы Маргелова, вот этот вот знаменитый, где постоянно была лужа, то же самое было вчера. Я не знаю, где вы все это видите, я возвращался вчера ночью с работы, ничего не видел такого. Уже высохло. А утром, когда прошел ливень? Нет. Ну, не справляются, но чуть-чуть справляются. Ну, ты знаешь, можно было сказать, что хорошо справляются, если бы этого не было, но, Виталий, уважаемый человек, он не будет просто так нагло тебе в глаза обманывать. Ты говоришь, что было, а ты говоришь, что не было. Я говорю то, что я видел в соцсетях. Давайте так, давайте так. Уважаемые радиослушатели, если у вас в районах ливневки также не справляются, и вы добирались до ближайшего райпо на каяке, да, на лодке, не знаю, на катамаране, или просто вплавь, позвоните, 62-80-30. Ну, мы говорили о том, что в Великих Луках не справляется, как раз-таки проспект Ленина, где... Это я видел собственными глазами, это я могу подтвердить. То есть там реально все плавает? У нас это заснято даже на вид. Ну, не то, что все плавает, но там как бы молочные реки, кисельные берега, только дождевые. Вот, там действительно река вторая. По-моему, где-то в Бижанинском районе размыло подъезд к мосту, жаловались люди. Да, и уже починили, кстати, вчера к стал. Отлично, отлично. Очень быстро реагировать, даже нам не пришлось вступать. Отдельная комиссия экспертная. Да, 62-80-30, телефон прямого эфира, звоните, сообщайте нам адреса, где тоже все не очень с ливневкой. А мы можем потом эту информацию передать в УГХ, например. Обязательно, обязательно. Переходим к следующей теме. Не совсем, Виталик, попрошу тебя подробнее рассказать, что не так у нас с Талабскими островами опять у нас. Слушайте, но... То крест несут, то, значит, еще что-то снесут. Да, Ольга Кормухина, известная певица, которая имеет дачу на Талабских островах. Если ты не знал. Не знал. Занервничала чуть-чуть. Ну, в общем, она там живет периодически. Я ей только Ольга Кормухина не знал. Я тебе потом поставлю. Ну так, вот. Она заявила, что вот-вот могут быть приняты новые правила застройки и землепользования Талабских островов. После знакомства с ними в моем сознании пульсирует только одно слово – оккупация. Это слишком громкое слово. Ну, ты знаешь, насколько я понимаю, что хотят в новых правилах, да, на Талабских островах предусмотрена возможность создания гостиниц многоэтажных, клубов ночных, аквапарков, боулингов и так далее, вплоть до концертных залов. И многие местные жители вместе с Ольгой переживают, что превратятся наши Талабские острова в эдакое подобие Ниццы, Монте-Карло. Так это же хорошо. Но как посудить? Потому что многие едут туда за паломническим отдыхом. Побывать на местах… А на Белове-то что там? Не, подождите. На Белове как раз-таки находится церковь, куда тоже едут люди молиться. Просто отдохнуть от этой… от цивилизации, скажем так. Побывать в лесной глуши. Хорошо, там есть небольшой островок между этими двумя островами. Вот там можно, да, построить? Ну, там больше одного здания не может. Не нашим и вашим, да, ты хочешь так? Это перевалочный пункт. Вообще, мост, мост между двумя островами. Круто. А, классно, классно. Так вот, совсем недавно состоялись публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки. И, собственно, что было принято на этих публичных слушаниях, мы сейчас и узнаем у первого заместителя главы администрации Псковского района, Святослава Калинка. Святослав Любомирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что же там за оккупация все-таки надвигается? На Талабские острова. Ольга Кормухина напрасно бьет в колокола, как вам кажется. Ну, я хочу сказать, что были разработаны правила землепользования и застройки, проектные организации. И, согласно действующему законодательству, данные правила необходимо было обсудить на публичных слушаниях, чтобы люди могли предложить какие-то изменения, если они у них есть. Соответственно, публичные слушания были назначены, но решения принято не было. Именно по самим правилам землепользования и застройки решили создать рабочую группу, так как люди недопонимают. А вот недопонимают, подождите, вот они что недопонимают? Почему могут быть построены ночные клубы или аквапарки там? Нет, они недопонимают, что такое вид использования земельных участков, что такое зонирование территории, то есть для чего оно необходимо. То есть никто, никакого казино не собирается строить на Залито, на Белове? Нет, конечно. Это же правило. Правило устанавливают определенные регламенты, определенные виды пользования землей. То есть что ты можешь строить в каком-то определенном месте, в какой этажности или какой высоты. Ну вот, Светлана Александровна, как рассуждает человек, если мы разрешим инвесторам строить многоэтажные здания, они там и появятся, и будет у нас небоскреб посреди Белова, например, возвышаться. Маяк. И нарушит вот эту вот всю линию горизонта. Послушайте, во-первых, я уже сказал, да, правила не утверждены и не согласованы жителями. Сейчас создана рабочая группа, в которую вошли в большей степени жители острова. А Ольга Термухина вошла? И администрация района, представители. Завтра мы собираемся вот на такую большую встречу на острове Залито. Они уже, ну, жители собирались, они уже приняли определенные решения и предложения по внесению изменений в эти правила, потому что это как раз им позволяет федеральный закон. Завтра совместно с юристами мы обсудим. Скажите, а вот этот скандальный проект, его кто разрабатывал первоначальный? Это проектная организация, которая обладает лицензией. Откуда она? Она из города Курска. Из города Курска? Ну, куряне решили там под себя. Да? Может быть. Да нет, это неправильно. Не под себя. Они изучали вообще местность? Ну, как бы, они выезжали туда или там... Они издали информацию, которая есть в Росреестре, и изучали, конечно, картографию. И они приехали как раз с этим проектом, который разработан на основании федеральных норм, обсудить с жителями, что им не нравится, чтобы внести изменения. Потому что это вот как раз был старт, начало обсуждения правил землепользования, потому что после того, как пройдут положительные, допустим, публичные слушания, дальше будут идти согласования. Ну, это все понятно. Это вот эта бюрократия начнется. Светлана Александрович, очень просто, чтобы наши слушатели поняли. По-вашему, что нужно изменить на зале-то, чтобы и туристам угодить, и местным жителям? А что нужно оставить неприкосновенностью? Подождите, неправильный вопрос. На зале-то ничего не надо менять. Там сейчас уклад свой устоявшийся, да? Люди живут так, как им еще... Гостиницы нет. Может быть, какой-то большой. Большой гостиницы нет, например. Не надо она там? Нет, конечно, не надо. Она там и не появится. Послушайте, правила землепользования не говорят о том, что надо построить гостиницу или какой-то торговый центр. Этого нет в правилах землепользования. Они не просто устанавливают регламент, что можно. Если жители скажут, что нам не надо здания высотой более 8 метров, их там не появится никогда. То есть, в любом случае, завтра все решат жители, и сейчас пока рано бить тревогу? Конечно. И назначены публичные слушания повторно. Они пройдут 21 августа. Как раз вот эти все предложения, которые отработает рабочая группа, они уже на публичных слушаниях будут еще раз обсуждаться. Ну, что ж, будем ждать, будем ждать решения, смотреть, что у нас будет дальше. Вам большое спасибо за разъяснение, за информацию. И держите нас в курсе. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Стоит выехать на Талаба, я думаю. Посмотреть. А я бывал два раза там. Слушайте, а никого не смутило, что вот ребята из Курска как-то принимают участие в... Так все очень просто. Это же госконтракт. А там аукционы. А там кто угодно может участвовать. Извините, а почему... Чем дешевле предложение, значит, и выиграл его. Что, в Курске самые дешевые вот эти вот, не знаю, там, кадастровый инженер или кто? Ну, они такие дорогие ребята. А наши такие богатые в шубах ходят там. А ты же ни разу не видел в Пскове человека в шубе? Я теперь знаю, что ты кадастровый инженер. Дорогие друзья, давайте мы немножко перестроимся и перейдем к нашей следующей рубрике. Традиционной? Конечно. ВЕСТИ С ПОЛЕЙ ВЕСТИ С ПОЛЕЙ Вот такие прибежали. Это СМС-ка пришла кому-то сейчас? Они прибежали. ПОЛЕЙ Значит... Позвольте, позвольте мне начать. Проштудировать... Давайте объясним для тех, кто включился первый раз, что мы проштудировали всю районную газету, всю прессу. Она не одна. Всю районную газету. Всю одну районную газету мы проштудировали. Такое замусоленное все. Потому что мы очень долго читаем, ребят. Да, давайте. В общем, все изучили. И вот Виталь, хотим поделиться самыми интересными новостями. Газета «Красный маяк» Апочка. Ну, Апочка газета пишет. 17 июля в нескольких километрах от Апочки в деревне Поддубно под открытым небом состоялся концерт живой скрипичной музыки. Ну, это хорошо. Так, и что там было? И исполнили дуэт семейный Николая и Александра Антикона. Не знаю, правильно ли это ударение. «Бесамэ муча». «Мурку». На скрипке «Мурка» дашь «Очи черные». Я так думаю, что, конечно, «Мурка» — это по заявкам, так сказать. Причем там «Очи черные». «Бесамэ муча» все красиво. И Апочка они такие «Ну, Мурку давай!» Вот. И они на скрипке. А ты помнишь, что мелодия «Бесамэ муча» и «Очи черная» примерно схожая? Конечно. А я в детстве и пел. Слушайте, а вы не думаете, что было наоборот? Что они приехали в Поддубный и начали им смурки? А местные такие говорят «Давай нам чердаш». Сидят семь итальянцев такие «Бесамэ муча». Не, ну на самом деле очень здорово. Мне больше всего нравится, что по заявке самых юных зрителей исполнили мелодию фильма «Гарри Поттер». Прекрасно. Самое крутое, что это не в самой Апочке, а в нескольких километрах. А слышали в Апочке? Кричали оттуда же. Да. А к нам когда? Нет, круто. Я думаю, что вообще... Я надеюсь как-нибудь попасть. Пусть, пускай Николай и Александр поедут с гастролями по районам. Ты же играешь на музыкальном инструменте. Но не на скрипочке. Не, ну ты можешь на баяне... Я все могу. Бесамэ муча. Я все могу, Игорь. Круто. Конечно, в следующий раз принесу. Строишь для меня концерт? В несколько километров от Апочки обязательно. Лика, спасибо. Южнее. Да, Южнее, где «Великолугская правда» пишет. А прежде чем мы услышим, что пишет «Великолугская правда», давай дадим словослушателю. Естественно, естественно, звоночек. Представьтесь, пожалуйста. Виталик. А здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я Апочка. Как вас зовут? Да, Федоровна. Вы за всю Апочку. Так, хорошо. Виталик, помогай ты им нам. Знаешь что? Вот я и... Не только я, тут мы все втроем помогаем. Да, я и тот раз, но ты наш, родненький. Так. Слушай. Вот как со старого рынка по Красногородской идти к пятой школе. Единственный проход заброшенный тротуар. Ну по нему все ходим. Подмыло такую эту самую... То есть нужно сделать тротуар. Народная тропа там сейчас... Не надо делать. ...взрастает. Там от канавы пробило. Не перейти, не перескочить. А через месяц пятая школа заработает. А куда нам нас... Понятно. Оставьте свой контактный телефон, мы попробуем узнать что-то по этой истории. Виталик, погоди. Она же сказала, что городу этот ремонт какой-то... Ну я понял. Ну мы попробуем связаться с почеткой администрацией и узнать. Помоги. А то... Да, да, давайте возможность дадим другим позвонить в наш эфир и тоже что-то спросить. Нет, ну ты, Виталик, разберись. На карандаш мы взяли. Спасибо большое. Оставьте свой телефон, пожалуйста. Все-таки великий лук. А так можно было позвонить Виталику и попросить, если ты из-за почки, то да. Да, продолжаем. Великолуковская правда, мы с вами говорили, что великий лук... Почему у нас глава района здесь не сидит? Какого, любого? Просто опочетки. Завилище, я не знаю. В городском парке культуры и отдыха города Великие Луки расплаковали фигуры динозавров, мамотов, медведей. Мы с вами об этом говорили. И так особое возмущение, а жители возмущаются. Возмущение? Да, местные жители. Пишут, что местная жительница вызвала фигура недожеванного динозавра, оставшего жертвой другого крупного ящера-хищника. Цитата. Почему? Ну, почему обязательно нужно испортить положительное впечатление? Я что должна буду говорить своему ребенку? Что этого динозавра ели и не доели? Зачем в детском парке демонстрируется жестокость? Слушайте, нет динозавров плохо, есть динозавры плохо. Началось. Но недожеванного динозавра, ты знаешь, как идешь там, взял хот-дог, не доел, выкинул. Так же и недожеванного динозавра просто, да, кто-то, может, невкусный был. Другая великолучанка соглашается и пишет, кто-то из устроителей этой красоты, видимо, в детстве увлекался динозавриками и вот теперь навязал свой интерес целому городу. В результате парк отдыха несколько напрягает, боятся, видимо, динозавров. А великолучанам хочется цветочков, фонтанов, приятного что-нибудь для глаза. И, кстати, поскольку парк в первую очередь, пишет женщина, существует для детей, хочется сказать, что многие маленькие дети боятся таких чудищ. Слушайте, я не соглашусь. Мне кажется, это фишка великих лук. Парк с динозаврами. Где у нас, в каком городе другом есть такой парк? Так я больше скажу, хотят еще больше фонтанов, в великих луках их и так больше, чем в Пскове, чем где-либо. Нет, я тоже придерживаюсь мнения, и твоего тоже, хотя ты его еще не озвучивал. Но сразу скажу, что парк с динозаврами, ну это круто, ребята. Это то, что надо продвигать. И даже с недожеванными. Тем более с недожеванными. Можно, можно. Я бы их всех понадкусал вообще, чтобы такой... От радости, да? Да, какие динозаврики мои. Можно же недожеванного, ну, положить в пасть какому-то живому динозавру, и типа он его ест. Это другое. Тут надо, это фотосессия надо делать. Ты такой идешь, и ты как будто ты его доедаешь. А представляете, лет через 10, типа, ну все, исчез, доели. А там только глаза останутся. Все великолучане доели динозавра. Слушайте, вот эти динозавры, по-моему, стоят напротив здания ЗАГСа, если я не ошибаюсь. Реальником, да. Мне кажется, там фотосессии отличные будут. Там сейчас среди фотографов возрастут в два раза. Ну, кстати, да-да-да. Поженились, и сразу же тебя тиранозавр. Конечно, может стоило узнать все-таки мнение жителей, кого поставить, чьи фигуры они хотели бы там видеть. Может быть, знаменитый великолучан, кто знает. Но просто так вышло, мне кажется, это лучше, чем ничего. Кстати, если что, уважаемые жители Великих Луг и те, кто нас слушают, динозавры, на самом деле, на территории Великолучского района, как и мамонты и другие диковинные звери, которых мы никогда не увидим, водились. Вот так. А давайте теперь к музыкальной нашей рубрике. Иначе не успеем. Традиционная рубрика. А что? Хочется обратиться к тем, кто носит тельняшки и голубые береты. Фраза из песни расплескалась синева по беретам? Конечно. В воскресенье мы будем все петь, уверен, эту песню. Потому что не просто день ВДВ 2 августа, а 90 лет с момента образования наших славных воздушно-десантных войск. И по этому поводу известный псковский исполнитель, бывший солист ансамбля «Голубые молнии» Сергей Тимофеев на слова Константина Белова написал песню «Десантура». На мой взгляд, она вполне может стать гимном 90-летия ВДВ. Давайте послушаем, потом, может быть, немножко обсудим. Давайте. Великая честь быть солдатом страны, Гореть на шиштяке марш-бросках. Не горбясь в упор от войны до войны В воздушно-десантных войсках. В далеком тридцатом отважный народ Открыл нам дорогу с небес. И с этой дороги никто не уйдет, И все мы останемся здесь. Уходим в бой и нет пощады Бог не судья и черт не брат За мать России, не за награды За ВДВ и всех ребят Уходим в бой и нет пощады Бог не судья и черт не брат За мать Россию, не за награды За ВДВ и всех ребят Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова